Всем привет! Сейчас при выборе техники важна ее многофункциональность, поэтому часто мы смотрим в сторону кухонных машин и комбайнов. Но, как правило, такие покупки не только бьют по карману, но и занимают очень много свободного места на столешнице. Есть альтернатива – погружной блендер с измельчителем, терками и прочими комплектующими. В этом видео я расскажу об одном таком устройстве от компании Bosch. Выглядит кухонный прибор сдержанно и современно. Тут сочетаются матовые, стальные и глянцевые элементы. Ручка прорезиненная с покрытием soft-touch, чтобы блендер не выскальзывал из рук при работе. В управлении все легко и просто, а разберется даже начинающий кулинар. Сверху находится переключатель на 12 скоростей, спереди две кнопки – включение и турборежим, который приводит устройство в полную мощность. Удобно то, что они немного утоплены в корпус и случайно их нажать не получится. Мощность блендера 750 ватт, так что приготовить смузи, суп-пюре или переработать арахис в пасту – ему под силу. Погружная часть металлическая, и с точки зрения гигиены это плюс. Во-первых, при работе с пищей не будут впитываться запахи. Во-вторых, от красящих продуктов, таких как свекла, стальная нога не поменяет цвет. А также им можно взбивать любую горячую еду, например, только сваренные овощи с бульоном в крем-суп. В первую очередь за это отвечают крестообразные ножи Quattro Blade. Это четыре острых лезвия, которым под силу измельчать такие твердые продукты, как орехи или шоколад. А теперь по порядку о комплектации и начнем с венчика. Выполнен он из нержавеющей стали и подойдет для взбивания белка или крема. Когда надо, например, перемолоть овсянку в муку для выпечки, пригодится большой измельчитель с лезвиями объемом 1 литр 250 мл. В него также можно бросать кусочки мяса для переработки фарш. Конечно, альтернативой мясорубке устройство не назовешь, но для заготовки небольшой порции котлет на ужин подойдет. Минус – этой моделью блендера нельзя колоть лед. Но, как по мне, это не критично, ведь, как правило, это задача стационарных устройств. А похвастаться эта модель может функционалом. Тут она напоминает мини-комбайн. С ее комплектными дисками можно приготовить салат или нарезать яблоки для шарлотки. Эти натрут морковь, свеклу или сыр, а эти помогут нарезать ломтиками фрукты, овощи и другие продукты. Удобно, что на стакане и чаше измельчителя нанесена мерная шкала, а в последней можно сразу готовить блюдо и, накрыв ее крышкой, отправлять в холодильник. Ну и круто то, что все съемные части блендера моются в посудомоечной машине. Итак, модель привлекательная и компактная. Ею удобно пюрировать и маленькую порцию овощей для ребенка и большую кастрюлю картофельного пюре. К тому же мощность устройства такая, что блендер справится с такими продуктами, как орехи или мясо. Пишите в комментариях, какой у вас блендер и хватает ли вам его мощности. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, а также узнайте, чем погружной блендер отличается от стационарного и на что обращать внимание при выборе. Пока!